Всем привет! В прошлом году я акцентировал очень необычную тему, которую в этом году получает интересное продолжение. Тема была следующая. Программа по переселению буров в Россию. Если кто не знает, буры это белые из Африки, которые в последние годы сильно захотели жить именно в России. И для этого была создана специальная программа. И в прошлом году они выбрали место для первого своего официального поселения. И я отдельно акцентировал на этом внимание, потому что очень интересное и знаковое сочетание времени и места. И вот в этом году, буквально на днях, представитель Госдумы заявил, что 10 тысяч кенийцев хотят приехать на работу в Россию. Откуда такие новости? Откуда вообще такие программы? Отчасти это связано с тем, что в России серьезная нехватка рабочих рук. Потому что часть нашего мужского населения находится на СВО. Дальше у нас есть серьезная демографическая проблема. Это основная, скажем так, проблема. Я этому посвятил отдельное видео, как это можно все решить. Вот эта тема малоэтажного строительства. И третье, это то, что для выходцев из Средней Азии стали вводить определенные ограничения. Но об этом не принято, скажем так, говорить. Возможно, нельзя об этом говорить. Но я снял об этом видео в прошлом году, где указывал, что ключевая опасность для России именно сейчас в Центральной Азии. Потому что там происходит что-то нездоровое. И сейчас новости последние это подтверждают. Снова-таки, буквально на днях, президент Кыргызстана заявил, что была ликвидирована попытка госпереворота. До этого Такаев в начале года рассказывал, почему в 2022 были такие сильные беспорядки в Казахстане. Все указывает на то, что там идет очень серьезная борьба, попытка, видимо, не допустить радикализации ислама. Я так думаю, потому что мусульманский мир сейчас, мягко говоря, взбудоражен. И, возможно, там определенными спецслужбами, может быть, без них, но не суть важна. Происходит некая работа и есть такая, скажем так, взрывоопасная тема, поэтому пытаются ограничить. Ключевой момент сейчас для России, что эта тема снова уменьшает количество рабочих рук, а не добавляет их. Поэтому, возможно, попытаются решить там через кенийцев, может быть, не удивлюсь, северокорейцев. Тоже такое, возможно, в ближайшие годы. Но это не главное. Главное то, что в том видео я говорил о том, что нам надо на бурах опробовать эту программу. Потому что количество желающих приехать в Россию с каждым годом будет расти. Нам надо заранее это все продумать и, возможно, через эти темы решить какие-то старые наболевшие проблемы. Ну, например, у нас такой оголенный Дальний Восток, да, к примеру. Или там Сибирь, там низкая плотность населения. Возможно, там надо создать программу таких поселений, заселять кенийцев, если им так это нужно, там сказать. Ну, а возможно, в будущем этих кенийцев могут заменить и французы, и англичан. И такому я тоже не удивлюсь, там через много лет. Поверьте, мир идет в очень интересный такой парадигме. И еще раз хочу подчеркнуть, сейчас самое время проработать, подумать, как нам это использовать, какую программу запустить, чтобы минимизировать риски и дать для нас, для России максимальный результат. Потому что такой вопрос обязательно возник, и он уже возникает. Ну, вот на примере иностран Прибалтики, где уже есть первые русских, которых просто выселили по местному закону. И сейчас стоит вопрос о выселении до 20 тысяч из Латвии, если я не ошибаюсь. Где их размещать? То есть, то видео, которое я снял еще в том году, оно очень актуально сейчас. Очень все было знаково, это заложена определенная тенденция. Возможно, сначала это будут, скажем так, соотечественники из разных стран, которые так или иначе будут возвращаться в Россию. А потом уже просто представители других стран, и нам надо подумать, как с этим работать. Конечно, это тема для госструктуры, крупных меценатов, а не просто какого-нибудь астролога. Моя задача лишь указать на специфику времени и дать определенные рекомендации. Всем пока! Это пальмовое вино. Да, да, здесь нужна привычка. Боже! Я начал пить его еще мальчишкой. В Родезии? Я все записываю. У племени Шона есть особое слово. Мукиуа. Белый парень в Африке. Давно ты уехал оттуда? Да я не уезжал. В 78-м, когда нас чернозадой захватили, меня отправили в Южную Африку. Тогда ты пошел в армию? Да, отвоевал свое в Анголе. В батальоне 3-2. Верно. Знаешь, что бы ты там ни думала про нас, мы бились вместе с черными. Да, рука к руке. В окопах о партеиду не место. Так нам всегда говорил полковник. Полковник Коице? Да. Ну, а потом наступил 94-й. Ни тебе ни армии, ни тебе апартеида. Только правда, согласие и всякая прочая ерунда. Кумбая. Черные и белые сражались рядом. А дома почти всем было невдомек, что мы ведем войну. Мы думали, что сражаемся с коммунизмом, а оказалось, что главная цель захапать побольше. Нефть, слоновая кость, золото. Алмазы. И вот однажды я решил, пошло оно все. Работаю на себя. Ты стащишь у него алмаз? Алмаз мой билет с этого проклятого континента. Ты не ответил на вопрос. Мой отец вернулся домой с войны в 69-м. И только через 20 лет пришел в себя. Что? Вы, американцы, обожаете рассказывать о своих чувствах, да? Ну и что ты всем этим хочешь сказать? Что ты страдаешь за всех ветеранов, да? Заткнись. Ты ведь потерял своих родных. По сути верно, но очень мягко сказано. Маму изнасиловали и застрелили. Отцу отрубили голову и повесили на крюк в амбаре. Мне было 9. Ты ведь на всю жизнь наревелся. Порой я думаю, простит ли нас Бог за то, что мы творим друг с другом. А после оглядываюсь и понимаю. Из этих мест Бог давным-давно ушел. Это... Что тут говорить? Что тут делать?